МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А сейчас об этих и других событиях подробнее. В Смоленск приехали десятки историков со всей страны. В городе начались будаевские чтения, посвященные памяти смоленского ученого, знаменитого на весь мир исследователя в области истории и культуры. Профессор несколько десятилетий проработал на историческом факультете Смоленского государственного педуниверситета. Он основал в ВУЗе научную школу историков-аграрников. Стоял у истоков возрождения Союза краеведов России и его отделения на Смоленщине. Он был хорошо известен и за рубежом. Работы профессора хранятся в библиотеке Конгресса США. На чтениях со своими исследованиями истории русской провинции выступили не только профессора, но и магистранты, и студенты ВУЗов. В Смоленском информационном центре по атомной энергии с 4 по 7 октября проходил фестиваль «Научные встречи человек будущего». Целых четыре дня со студентами ВУЗов и школьниками встречались молодые признанные ученые-специалисты, те, кто причастен к мировым исследованиям, и те, которым важно рассказывать о науке. Эхо этого масштабного форума дошло и до Десногорска. Подробности далее. 6 октября участники фестиваля побывали на Смоленской атомной станции. Группа из 15 человек будущих атомщиков-лицистов МИФИ вместе с молодым ученым Русланом Алиевым посетили первый энергоблок, где убедились в безопасности нашего градообразующего предприятия. Это ценнейший опыт. То есть, если человеку интересно развиваться в таких областях, как физика, ядерная физика, и если он свою будущую жизнь, свою профессию хочет связать, то такие экскурсии для него будут очень полезны. Я, на самом деле, несмотря на то, что работаю в системе Росатома, на атомной электростанции в первый раз, и меня она очень впечатлила. Просто бегу во взгляду становится понятно, что наука, емкость на высоком уровне. Это система безопасности, это система работы с топливом, это те же паровые генераторы, это все, настолько все сложно, настолько все комплексно. Это поражает. Мы не удержались и спросили у молодого ученого о будущем атомной энергетики. Что касается непосредственно атомной энергетики в виде атомных электростанций, то здесь плавное-плавное развитие этого направления. Вы знаете, что сейчас реакторы на быстрых нейтронов разрабатываются и строятся. Это замыкание так называемого цикла. Это что касается атомной энергетики. В том числе Россия и мировая общественность разрабатывают термоядерную энергетику. Подробнее узнать о процессах производства станции участники фестиваля смогли на полномасштабном тренажере блочного счета управления. Завершилась экскурсия лекции в реабилитационно-досуговом центре Смоленской АЭС, на которой десногорским школьником молодой ученый Руслан Алиев рассказал в легкой доступной форме о взаимодействии сверхпроводников и термоядерной энергетики. Такие встречи направлены на развитие у школьников мотивации к исследовательской деятельности и позволяют ребятам найти себя в научном сообществе. В областном центре в рамках проекта «Смоленский Олимп» с января будущего года создадут образовательный центр. Там разместятся технопарк и детский музей наук, где школьники и студенты смогут заниматься во время каникул с ведущими преподавателями областных учреждений образования. Такая форма работы даст возможность не только молодым смолянам раскрыть свой научный потенциал, но и предпринимателям подготовить и вырастить кадры для себя. 6 октября в Доме детского творчества собрались самые старейшие учителя Десногорска, чтобы вместе отметить десятилетие Совета ветеранов педагогического труда. Поздравить их пришли депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко, директор Смоленской атомной электростанции Павел Лубенский, заместитель главы администрации Александр Новиков, настоятель храма, в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости протерей Виталий Сладков. Гости вспоминали свои школьные годы и говорили теплые слова благодарности за их благородный учительский труд. Я искренне и от души говорю вам спасибо за то, что вы подарили, дали возможность нам работать с интересными, умными, порядочными работниками Смоленской атомной станции, которые сейчас работают у нас на трех энергоблоках и не только, и на вспомогательных наших объектах. И благодаря вам они относятся соответственно к работе. Гости пришли на праздник не с пустыми руками. Они вручили учителям благодарственные письма, цветы и слова поздравления. От имени Смоленского и областного пункта от депутата Петрова Андреевна Ильича Я сердечно поздравляю вас с праздником, с юбилеем. В настоящее время на предприятиях и в организациях города, а также в педагогическом составе школ работает много выпускников. А это значит, что педагоги прошлых лет воспитали достойную трудовую смену. И вот вы, уважаемые педагоги, и все те, кто стоял у истоков системы образования нашего города, всегда были и остаетесь на высоте. И с точки зрения педагогического мастерства, и в лучших проявлениях человеческих качествах. Ветераны-педагоги отдали своему делу не только годы жизни, но и частичку своей души. И они по праву гордятся нашим городом. За эти, вот я уже здесь 27-й год замечаю, что наш город хорошей от дня. Нельзя сказать, что от года в год. А от дня в день. Наш город самый красивый. Я горжусь им. Горжусь своими людьми. Детские самодеятельные коллективы подарили ветеранам-педагогам праздничный концерт. Смоляне узнали, каким будет будущее русского языка. В областном центре лекцию для всех желающих об изменениях в языке провел главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов. Выступление московского филолога стало первым на научно-популярном фестивале «Человек будущего». В Смоленской области на полигоне твердых бытовых отходов в деревне Гусино утилизировали полтонны сухого молока неизвестного происхождения. Груз перевозился гражданином Республики Беларусь без сопроводительных документов и маркировки. А также не были соблюдены требования СанПИН по перевозке данного продукта. О криминальной обстановке в Десногорске за минувшую неделю нам расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 127 сообщений о происшествиях. Из них 4 сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 97 административных правонарушений, в том числе 76 нарушений правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечен 1 человек. За распитие спиртных напитков а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 6 человек. Субтитры предоставил DimaTorzok Все мероприятия спортсменов приветствовали почетные гости и исполняющие обязанности главы Десногорска Александр Новиков. Участникам соревнований сегодня я желаю честной, бескомпромиссной борьбы. Пусть победит сильнейший. Первый день игр наши десногорские баскетболисты встретились на паркете со смолянами. В жарком поединке команда вырвалась в лидеры, показав соперникам свое мастерство. Три года потрачены не зря. Мы видим, что баскетбол детский в городе Десногорске, он есть и на хорошем уровне. Первая игра показала, что достойно выиграла команда Динамо Росатом города Десногорска, которая спокойно обыграла город Смоленск с разницей почти 50 очков. Но это только начало. Привичная очень команда Красногорска сейчас будет играть. И вообще-то все по уровню я смотрю такие хорошие ребята. Первую игру мы провели в Десногорском, проиграли. Но ребята еще не так давно занимаются. Мы обещаем стать сильнее. Счет будет другой. Эмоции, конечно, были. Ребята хотели сократить счет, но совершили череду ошибок и нам это не удалось. Ну ничего, будем тренироваться. Всего за три дня было сыграно 10 игр. Они проходили по круговой системе. Каждая команда смогла посоревноваться друг с другом и доказать, что она лучшая. Занятие спортом у десногорских подростков становится нормой. И приятно осознавать, что большой приоритет отдается такому виду спорта, как баскетбол. У нас в школе был спортивный лагерь. Там преподавали баскетбол. Ну я начал ходить и мне понравилось. Я еще продолжаю заниматься. Я пошла на баскетбол, потому что хочется чего-то большего. Ну как профессиональным баскетболистом стать там. На второй день турнира, чтобы разнообразить соревнования для баскетболистов, были организованы конкурсы, за победу в которых каждый желающий мог получить награду. Был очень интересный конкурс. Он мне очень понравился. Я бы хотел еще участвовать в таких конкурсах. И у меня был хороший напарник Тёма Мерзляков, который давал мне хорошие пасы. По результатам трехдневной борьбы наша команда заняла вторую позицию в турнире и взяла серебро. А лучшим игроком у «Динамо Русатом» был признан Евгений Фукс. Это все новости на сегодня. С этими другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!